Это кадры из Лениногорского района Татарстана. Благодаря интернету их растиражировали все местные СМИ. Судя по отзывам очевидцев из других районов, примерно такая картина была на всем пути урагана. Бывают эпизоды из голливудских этих фильмов, вот, катастрофы. Вот сначала темно, темно было, а потом как начали, как спички падать, вот эти сосны, это что-то было. Ну, наверное, здесь где-то домов шесть крышу сорвало. Вот на мечети крышу сорвало. По деревне Козылбайрак Верхнеуслонского района ураган шел избирательным путем. Где-то снесло крышу, а кого-то просто напугало. Очень боялась за усу, тем более, за сию, а вот за мечеть больше всего. На самом берегу Волги, откуда, по словам местных жителей, пришел этот страшный ураган, стоит мечеть, возле которой ежегодно собираются поклонники творчества знаменитого татарского композитора Салиха Сайдашина. В этой деревне он прожил долгие годы. Мечеть ураган не пощадил, крышу здесь сорвало с корнем. Застать мулу на месте не удалось. Как нам сообщили, сразу после урагана он уехал в город, видимо, решать вопросы по восстановлению кровли храма. А местные жители сегодня весь день очищали лес от бурелома. Некогда непроглядная роща теперь больше напоминала беспорядочную свалку. Вековой сос на ураган выдрал с корнем. А это уже соседняя деревня. Здесь пострадала целая улица. Люди остались без крыш, без света, без газа и без надежды. Они вообще в подвал спустились, потому что трясло, весь дом аж трясло. Там даже вырвало полностью у них стояк. Правда, вот обещали, что свет все-таки вечером в этих домах появится. Энергетики уже отчитали, что в каждом из 19 пострадавших муниципальных районов Татарстана проблемы с электричеством устранили.